МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях. Прививки для сотрудников организуют 37% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски. В 5% проводят санитарную обработку помещений. Лишь треть компаний никаких мер не предпринимают. Что касается самих югорчан, каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно, и лишь четверть опрошенных поддерживают вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Отмечу, согласно официальным данным, заболеваемостью рви и гриппом в Югре выше эпидпорога более чем на 34%. Причем больше всего болеют школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Вакцины поставили уже свыше 194 тысяч жителей округа. Выставка, посвященная волонтерам ГУМ-корпус, открылась в нефтьюганской библиотеке. На экспозиции «Югра-Донбасс. Добровольцы» можно увидеть портреты участников гуманитарных миссий, а также некоторые личные вещи и оборудование, с которыми волонтеры приезжали в зону специальной военной операции. Этот медиапроект о тех, кто по зову сердца берет отпуск за свой счет и едет в Донбасс. Добровольцы привозят туда продукты, раздают горячее питание жителям, оказывают медицинскую помощь, помогают воссоединиться с семьям. Проект выставки появился благодаря поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Нефтьюганская экспозиция будет работать до 14 октября, а затем отправится в Нижневартовск. Десять заповедей добровольца. Он систематизировал, и некоторые из этих заповедей звучат так. Рация всегда включена, по зеленке не ходить, сухой закон, не фотографировать технику военных, и военные какие-либо вещи. Светомаскировка в темное время суток. Забота. Забота. Новый ориентир для семей участников СВО. Предприятия, на дверях которых наклеены такие стикеры, готовы предоставить им услуги с существенной скидкой. Инициатором проекта стало Хантамансийское региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке окруженного правительства. Карта заботы. Это не только предоставление скидок на товары и услуги, это еще и вовлечение предпринимательского сообщества в социально значимые проекты. Партнерами акции могут стать предприниматели, самозанятые и госучреждения. Внеага-инициативу уже поддержали более 70 организаций. Получить карту забота можно в Агентстве благополучия населения Югры. Ознакомиться с категориями наиболее востребованных товаров и услуг можно на портале kartazabota.rf. Причем получить скидку участники проекта могут не только в своем городе, а во всех населенных пунктах региона. Я была приятно удивлена. Некоторыми из них. Теперь мои дети могут получать дополнительные какие-то услуги, образовательные, например, совершенно бесплатно, что нам такое достаточно серьезное подспорье, скажем так, для развития наших детей замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!